Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Сегодня момент X, тот самый день, когда мы подводим итоги двухдневного заседания американского регулятора, точнее не мы, это сделает сам ФРС. Мы же будем следить за реакцией финансовых рынков. В центре внимания трейдеров поведение доллара, потому что доллар своей динамикой, безусловно, задаст как минимум определенные локальные движения на рынке буквально всех финансовых инструментов и всего спектра тех активов, которыми вообще есть возможность спекулировать на площадках. О долларе мы, конечно же, поговорим. Я думаю, что несмотря на то, что решение по старке будет опубликовано сегодня вечером, мы его ждем, все-таки, наверное, интереснее будет подвести итоги того, как рынок отреагирует на все, и это уже, соответственно, завтрашний брифинг, поэтому с большим удовольствием вас всех на него приглашаем. Ну а сначала, сперва, давайте пробежимся по нашим основным торговым идеям и инструментам, на которые мы обращаем внимание. Нефтянка, наконец-таки, оказалась выше 65 долларов за баррель. Разумеется, речь идет о контракте Brent. Актуальный курс 65.20 мы ставили на то, что рост неизбежен, продолжится, потому что тот фон, который на площадках сложился, только этому и способствовал. И сейчас, друзья, мы продолжаем оперировать именно позитивным фоном, который должен привести к еще большему росту рынка черного золота, потому что, повторюсь, у нас впереди решение по ставке. Здесь может быть двойной эффект. Например, если доллар постфактум решение слабеет, то, как я отмечал, поскольку стоимость сырья номинирована именно в американской валюте, оно станет дешевле и, соответственно, привлекательнее для приобретения. Второй момент связан с тем, что решение американского регулятора снизить процентную ставку в конце концов может стимулировать впоследствии экономический рост американской экономики, а поскольку это ведущий регион мира, впоследствии это должно сказаться на оздоровление всей мировой экономики. Если у нас будет возможность говорить действительно об улучшении макроэкономической глобальной конъюнктуры, мы будем говорить о более высоком спросе на нефть, что также должно тащить вверх котировки. Следующий момент, на который локально нужно обратить внимание, это данные по запасам. Они выйдут сегодня в 17.30 по московскому времени. У нас прошла репетиция накануне от Американского института нефти. Как и ожидалось, запасы снизились и нефть, и бензин, и дистиллятор. То есть фактически очень много шансов сегодня в 17.30 увидеть похожие данные и от Министерства энергетики. В случае снижения запасов, которая продолжится уже, получается, шестую неделю подряд, безусловно, у цены на нефть также будет повод подрасти. Ну и Ближний Восток, о котором я говорил вам вчера, ситуация вокруг Ирана остается центральной для тех, кто ищет такие серьезные геополитические факторы и не разменивается на какую-то локальную статистику, а заряжается именно в плане торговых идей долгосрочным, в плане воздействия фонным. Сейчас Ближний Восток, он таковым остается. Я вчера говорил, что Иран впервые за долгое время связал захват Британии, собственного танкера именно с сделкой ядерной. Фактически были нарушены условия соглашения всеобъемлющего пакта сдерживания. Если покопаться в этой теме, ну, действительно, есть к чему придраться, потому что сделка, ядерная сделка, она фактически подразумевала возможности беспрепятственного экспорта иранской нефти. А сейчас эти препятствия чинят, в общем, представители Европейского Союза. В данном случае Англия, будем пока рассматривать с точки зрения того, что она до сих пор члена Европейского Союза, ведь Брекзит как такового еще не случилось. Есть риск того, что Иран тоже может начать чинить определенного рода препятствия в транспортировке нефти через Ормурский пролив, который является одной из основных нефтяных артерий. Я считаю, друзья, что про эту тему мы ни в коем случае не должны забывать. Давайте поддержим ее в арсенале того фундамента, на который мы постоянно обращаем внимание, потому что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке, прежние страхи за перебой поставок могут затмить весь прочий фон и очень сильно поддержать цены на нефть. Пока этот фон сохраняется, держим длинные позиции. Доллар иена 108.54. Сейчас американская валюта замерла, наверное, как и все трейдеры в ожидании, как раз фактически самого решения. Вчера вышли данные по личным доходам, личным расходам. Я бы сказал, что потребительская активность остается довольно вялой. И обращаю ваше внимание, друзья, то, что ФРС, он уже некоторое время назад изменил риторику с внешних рисков, отмечает, что американская экономика потеряла импульс из-за сохраняющейся неопределенности, в том числе из-за торгового конфликта с Китаем, но и признала, что есть проблемы внутреннего характера, это системные проблемы, более низкая потребительская активность. И с учетом последних данных мы в этом убеждаемся. Это, опять же, почему нужно стимулировать экономику, почему нужно снижать процентные ставки. Кто выступает за это решение? Вы знаете, и Трамп, и, скажем так, и Джером Пауэлл, и Джанет Хеллин, это среди тех лидеров мнения, которым мы должны прислушиваться, прислушиваться, как любые спекулянты. В любом случае, по доллару сегодня мы настраиваемся на слабость, потому что первое за 10 лет снижение процентной ставки должно привести к подобной реакции. В то же время я признаюсь, что очень много уже говорили про это понижение ставки, и отчасти все уже может быть дисконтировано, а в курсе. Но важнее, друзья, будет послушать о планах ФРС на дальнейшие заседания и о планах относительно того, что произойдется ставка до конца 2019 года. Если будут даны намеки, что она продолжит снижаться, ну, понятно, что доллар не сможет сохранить свои позиции. Локально повторюсь, друзья, что у рисковых инструментов есть небольшой шанс вырасти, но все равно очень быстро внимание трейдеров снова будет смещено на то, что стимулирующая политика ЕЦБ, потенциально Резервного банка Австралии, Резервного банка Новой Зеландии, Банка Англии, она будет куда более агрессивной, чем ФРС. Поэтому эти активы будут оставаться под большим прессом. Евро против доллара 1.1154. Сегодня у нас возможность есть увидеть более слабые данные по темпам экономического роста и базовой инфляции. Соответственно, эти отчеты еще раз повторят и напомнят нам, почему ЕЦБ анонсировал снижение процентной ставки и перезапуск программы количественного смягчения. Поэтому позиционно держите короткие позиции. Друзья, мы сегодня убедимся в продолжении ухудшения европейской экономической статистики. Завтра уже об этом поговорим. Австралийц против доллара 0.6896. Давление также на австралийца сохраняется. Мы ждем заседания в августе Резервного банка Австралии. В прошлый раз, неделю назад, Филипп Лоу, который возглавляет австралийский регулятор, собственно, также сообщил нам и дал понять, что снижение ставки неизбежно. Доллар канадец 1.3136 мы откатили от локальных максимумов вчерашнего дня, но сегодня на выручку нашей идеи продаж канадца идет отчет по темпам экономического роста. Он выйдет еще до решения Федрезерова по процентной ставке 15.30. Ожидания довольно слабые. 0.1 с прошлого показателя 0.3%. Я думаю, что если темпы экономического роста просядут, тут же мы добавим к этому последние оптовые заказы тоже, соответственно, со знаком минус проблемы с розницей и довольно слабый отчет по инфляции. Поэтому снова слабая статистика по Канаде будет для нас поводом говорить о перспективе смягчения экономической политики и канадским регуляторам. Поэтому держим длинные позиции и сегодня настраиваемся на тест сопротивления 1.32. Фунт против доллара 1.2157. Deutsche Bank фактически рекомендует держать уже фунта до уровня паритета. Только на этой отметке можно будет говорить о том, что у фунта появится возможность отбиться. Соответственно, риски прежние. Brexit все чаще звучит разговор о том, что он неизбежен. Борис Джонсон не хочет встречаться со своими европейскими коллегами, если те не пересмотрят условия сделки. Они этого делать не будут. Паника распространяется. И все активнее сейчас обсуждают возможности новых парламентских выборов. Скорее всего, они даже нужны будут Борису Джонсону, потому что в текущем составе парламента не даст ему провести сделку на тех условиях, на которых он хочет. Ну и поскольку Джонсон явно и четко навязывает позицию жесткого Brexit, может быть, друзья, речь дойдет и до вотома недоверия. Золото держим длинные позиции. На слабости доллара мы с большой долей вероятности снова коснемся сопротивления 1450 долларов за тройскую унцию. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok